здравствуйте уважаемые друзья вчера не было выпуска потому что я был в оттаве как-то я по делам мотался 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 и некогда было записывать видео сегодня справляюсь и тема для этого выпуска будет связано с вопросом регулирования всяких разных областей сфер жизни был задан вопрос который может свести формулировки насколько есть канаде все зарегулировано или не зарегулировано могу сказать что канада наверное как и все западные страны или большинство западных стран это страна в которой практически все сферы жизни так или иначе описаны прописаны и можно сказать что канада страна зарегулированы то есть вот не бывает какой такой сферы жизни где бы не было четкого и ясного определения что делать как жить там так далее начиная от того я не знаю что газоны перед домами должны быть пострижены и заканчивая что ты можешь иметь пять куриц условно говоря на самом деле ты можешь иметь если у тебя есть дом в котором который определено определенной площадью да ты можешь иметь там пять куриц у себя в чем отличие регулирование здесь регулированием которые есть у нас к которому привыкли тем что отличие в том что здесь четко определены границы того где и кто имеет право регулировать в отличие от вот допустим россии да мы про россии потому что я про нее столько бой более-менее представляю регулирует жизнь центральный аппарат центральное правительство не знаю там дума государственная или зак собрания каких-то регионов там и так далее на западе в частности в канаде и в сша точно так же жизнь регулируется прежде всего на низовом уровне то есть я по этому поводу уже как-то говорил о том что на самом деле здесь есть четко и самое главное реальная ситуация разделения власти на федеральную и на провинциальную и при этом и те и другие ревностно смотрят за тем чтобы кто-нибудь из федералов или провинциалов или провинций не влезла своим своей мордой или рыльцем или еще чем-то да в сферу влияния зона ответственности другого уровня власти и соответственно все что связано с обычной простой жизнью человека с домами с улицами со школами здравоохранением там и так далее все это находится в сфере действия провинциальных властей при этом провинциальные власти они тоже большому счету придумывать такие законные правила только лишь в глобальном порядке то есть там не знаю какая система образования будет сколько люди будут учиться по какой программе не будут учиться что должны знать учителя какие лицензии должны получать врачи фармацевты инженеры все это определяется на уровне провинции однако вот все что касается жизни города района там и так далее все это определяет муниципальный совет и муниципальные советники опять же даже в эти области законотворчества да даже провинциальные власти не влезают не говоря уже о том что чтобы туда влезла влезали федеральные чиновники поэтому опять же возвращаясь к началу да здесь все зарегулировано но здесь регулируется все исходя из понимания каждого уровня власти за которые это власть отвечает то есть федеральные чиновники придумывают всякие регламенты которые касаются их сфер ответственности они в них разбираются они плавают они с ними каждый день работы соприкасаются провинциальные свое и самое главное муниципальные на уровне жизни простого вот горожанина да и они за это отвечает они потом разбираются они это понимают и поэтому к чему я все веду к тому что все эти вещи они здравомыслящие или полны здравомыслия то есть нет такого что люди какой-нибудь бред выпускают придумывают там мы не знаю что то такое что оторвано от жизни что не имеет никакой связи с реальностью что на самом деле не служит на на пользу обществу гражданам и так далее соответственно вот этого нет все законы они здесь логичные по крайней мере то что я знаю не противоречащие друг другу вытекающие один из другого и так далее и тому подобное это вот важный момент поэтому вот в качестве резюме могу сказать что здесь четкое разделение по зонам влияния по зонам ответственности здесь максимальная четкая логическая система всяких регламентов правил там и так далее и что самое главное что все эти регламенты на самом деле они направлены на облегчение жизни людей они здравомыслящие не бредовые не не чушь какая-нибудь а собственно все на пользу такая вот ситуация откланиваюсь всем хорошего дня и пока пока